Мы с вами поговорим об основах шейповой графики. Мы не будем разбираться в этом глубоко, там, для создания мультиков или еще какого-то сложного мошен-дизайна, но для создания простых графических элементов, которые могут акцентировать что-то приукрасить ваш монтаж, создать инфографику, которая часто требуется создать, просто поясняющие графики какие-нибудь, как их можно сделать динамичными, интересными, простыми в After Effects. Вот именно об этих вопросах мы немножечко поговорим. Но для начала поговорим о том, из каких элементов она стоит. Значит, мы уже с вами создавали шейпы, и сейчас немножко вспомним, что у нас в это понятие входит. Значит, когда у нас не выделено никакого слоя, мы можем создать, допустим, я создам несколько шейпов, вот, пусть будет прямоугольник, пусть будет круг. Сейчас, видите, у меня появился шейповый слой, и в нем появился эллипс, ректэнгл. Давайте я просто нарисую линию, даже вот так вот сделаю специально, такую незаконченную линию, незакрытую форму, и, допустим, еще какое-нибудь для разнообразия сделаю звезду. Вот так вот. Сейчас, когда я их создавал, и после того, как я их создавал, я могу редактировать их ширину обводки. Вот эта вот белая линия, это обводка. То есть мы можем выбрать цвет здесь вверху, мы можем редактировать ширину. Сейчас у меня выделен полистар, поэтому редактируется именно он. И мы можем заливку, если мы кликнем сюда внутрь, то у нас выделится заливка. Если мы щелкнем на строк, на название, у нас будет здесь вариант без обводки, сплошная линия, градиент и центральный градиент. Но я выберу просто строк. То же самое у нас и в fill. Fill — это заливка. Те же самые варианты. И если я выберу, допустим, вот эту вот линию, допустим, shape, то есть ей заливка не нужна, потому что я хочу, чтобы у меня была просто линия. И поэтому я могу сделать просто fill, брать, вот. У меня будет просто линия. Любой из этих элементов управляется через его свойства. Какие у них свойства есть, давайте разбираться. Значит, начнем по порядку. Полистар. Вот у меня он первым оказался здесь. Это вот эта вот звезда. Для начала общие параметры, которые есть у всех. Первый — это путь, второй — это строк, третий — это fill и трансформ. Наполнение первого, которое отвечает за форму объекта, у всех разное. Что касается содержимого строк и fill, оно у всех одинаковое. Поэтому давайте о них сначала, а потом поговорим и об этих. Значит, строк. Во-первых, все, что мы делаем наверху, вот здесь вот, синхронизируется здесь. Поэтому мы можем редактировать как оттуда, так и отсюда. По порядку. Первое. Composite. Что это такое? Below Previous. Здесь два варианта. И Above Previous in the same group. То есть, что это значит? Сейчас перед строком ничего нет. Я могу менять их порядок. Допустим, могу fill переместить выше, чем строк. Например. И если мы посмотрим на нашу звезду, я с нажатым пробелом перемещаю сюда и могу, зажав пробел, использовать элемент Hand Tool. Смотрите, если обводка идет выше, чем fill, то видите, она видна полностью. Если fill оказывается выше, чем stroke, обводка, она вылезает на первый план. И мы видим как бы половину обводки. Вторая половина тоже осталась, если мы вот fill отключим, но она как бы под ней. Но мы можем это изменить в менюшке stroke, вот это вот Below Previous in the same group. То есть, я могу сказать Above. И она в любом случае, вне зависимости от своего положения, будет на переднем плане. Дальше у нас Color, тут все понятно. Цвет Opacity, тоже понятно. Ширина в пикселях, понятно. Дальше начинается Line Cap. Что это такое? На звезде это невозможно показать, поэтому я покажу это на Shape 1. Это у нас линия. Перемещу сюда линию. Зайду также в Stroke. Сделаю ее поширше, допустим. И за что отвечает Line Cap? Line Cap отвечает за окончание этой линии. Сейчас она просто обрезана. Если я выберу Round Cap, она будет такой закругленный конец линии. Если я выберу Projecting Cap, она будет тоже, как и в первом варианте, как и Bad Cap. Но только она немножко выступает на какое-то количество пикселей наружу. Line Join. За что отвечает? Мы здесь меняем, видите, ничего не происходит. Потому что она отвечает за углы в вершинах. Если я снова вернусь к звезде, снова вернусь к Полистару. И здесь ее укрупню. И пойду в эту менюшку. Line Join. Line Join. Соединение линий. То есть углы. Meter Join. Это вот то, что сейчас. Rounder Join. Видите, у нас уголочек здесь образовался. И Bevel Join. Здесь, видите, как бы срезается этот уголочек. Добавляясь как бы срез. Дальше. Дальше начинается интересно. Дальше Dashes. И тут ничего нет. Сраванно разворачиваем, ничего нет. А для этого нужно, чтобы что-то появилось, нужно добавить плюсик вот здесь вот. Добавили плюсик. Хоп. И у нас появились черточки. И здесь всего два параметра. Dash. Это длина черточек. И в данном случае мы повеличим число. И у нас длина черточек равна длине промежутков между ними. Если нам нужны другие промежуточки, мы можем добавить еще один плюсик. И появляется Gap. Тогда у нас и длина черточек, и промежутки между ними могут регулироваться отдельно. И здесь еще один есть параметр. Offset. Offset. Это насколько у нас смещается. Сейчас, скажем так, регулируя параметр, допустим, Gap, я могу заметить, что сейчас у всех этих линий есть начальная точка. И она вот здесь вот, в этом углу. Поэтому все начинается отсюда. А если я использую Offset, оно, в принципе, тоже начинается отсюда. Просто другая фаза начальной точки. Если мы добавляем еще один плюсик, у нас появляется Dash 2. Точки начинают меняться. Две таких, одна такая. Две таких, одна такая. Можем добавить еще один плюс. Понравится еще один Gap. Тогда у нас между ними начинаются разные промежутки. Сначала большой промежуток, потом маленький и так далее. До бесконечности. Мы, в принципе, можем даже это пронимировать. Если мы запустим Expression Time на параметр Offset. Можем написать Time умножить на 100, допустим. И вот у нас уже есть анимация, где линии будут бесконечно ездить. Следующее, что здесь есть. Taper. Разворачиваем. Смотрим, что у нас тут такое. Давайте это посмотрим на линии. Вернемся к линии. Вот она у нас здесь. Параметры. У нас есть Taper. Это как бы сужение линий в ту или иную сторону. Сужение, расширение. То есть, если нам нужна неравномерная толщина линия, чтобы она там расходилась или наоборот сходилась, мы используем Taper. И здесь первая стартовая длина и конечная длина. Вот я сейчас начинаю поднимать. Ничего не происходит. А, потому что я не там поднимаю. Естественно, я на звезде поднимаю. Нам нужен здесь Taper. Я начинаю поднимать. И вот здесь вот мы в процентах выбираем длину, на которой будет распространяться это сужение и расширение. Вот 100% значит на всю длину будет расширение. Можно сделать на 50% и на 50% в конце. Допустим, то же самое будет. Получится вот такая галочка. Ну, давайте сделаем. Так, оставим. Дальше. Стартовая ширина. То есть, мы можем, допустим, на 100%, первый 100% это на какую длину от галочки. А стартовая ширина это на сколько в начале. 100% все, ничего не меняется. 50% то есть будет такой тупой конец. То же самое и в конце. Стартовая, финальная ширина. Если мы убираем 100%. А, нет, нужно вот это поднять. Вот, да. Тогда вот так вот. И финальная длина тоже может регулироваться. И последнее, что здесь есть. Так, это я. 0. Вот так оставим. StartIs. То есть, сейчас у нас острый угол в начале. Но его можно сделать менее острым. И поэтому через эту процентовку мы видим, что... Сюда посмотрим. Вот здесь как бы уменьшим. Вот, надеюсь, видно. Видите, такой тупой конец у нас появляется. StartIs можно сделать вообще вот так. То есть, вот так вот регулировать. То есть, для чего это может создаваться вообще? В принципе, для чего вообще все вот это вот? Для анимации логотипов, для анимации рамочек, выделений и так далее. Для каких-то акцентов в кадре. Дальше, последний параметр, который здесь есть, это Wave. Wave, он просто искривляет вот эту вот линию. Делает ее волнообразной. Ну, можно тоже вот так вот это все проанимировать через параметр фазы. Можно создать какую-то такую волнистую штуку. Ну, если надо, ну, вдруг, ну, вдруг захочется. Как бы, если захочется, то можно. Вот, это все, что касается строков. Потому что, ну, линии и элементы из линии, ну, это основной, как бы, рабочий инструмент при, там, моушен-дизайне. Потом мы сейчас будем вглубь уходить. Пока сейчас базовые инструменты разберем. Значит, это что касается строка. Фил, все просто. На самом деле, у Фил нету много настроек. Тут тоже расположение, цвет. Ну, и, в общем-то, настройок здесь больше нет. В полистаре есть в шейпе пафе. Есть свои настройки. Допустим, в шейпе свободной формы, какой у нас является линия. Вообще никаких настроек нету, кроме положения. И все. Кроме ее формы. Больше всего настроек, на самом деле, в полистаре. Потому что у него есть форма звезда или полигон. У него есть количество вершин. Допустим, можем сделать 4, будет квадрат. Можем сделать 8, будет восьмигранник. То же самое можем сделать со звездой. У звезды есть внутренний радиус, внешний радиус. У него есть внутренняя округлость, которая вот так вот может регулироваться. И предвозить вот такие вот формы. И внешняя округлость. Все. Самый сложный объект из базовых шейповых элементов. И дальше идет все манипуляции с этими шейпами при помощи меню Add. Вот оно здесь. И здесь можно как добавлять новых элементов. Допустим, Rectangle, Ellipse, Polystar, Path. Так и добавлять базовых элементов. Тот же самый Fill, Stroke, Gradient, Fill, Gradient, Stroke. Для отдельных элементов и для всех вместе. Я могу взять, сказать Add Stroke. И появится общий stroke. И какие-то, допустим. Видите, этот дополнительный строк контролирует все элементы, которые находятся над ним. То есть, если я надел много элементов, хочу им всем сделать, допустим, черточки. То есть, я могу это сделать здесь. И они лягут поверх тех черточек, которые уже к ним применены. То же самое можно сделать дополнительную заливку. Общую. Общий Fill. У кого его нету. Но вот Fill применяется только к тем, у кого его нет. У остальных он присутствует. А дальше начинаются вот эти вот штуки. Дополнительные операторы, которые позволяют деформировать или изменять форму этих объектов. И о них мы уже поговорим поподробнее отдельно. Субтитры создавал DimaTorzok